Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Коковина. 4 мая отмечается Международный день принцесс. А какими бывают принцессы? Капризными и избалованными, как в сказке День рождения инфанты Оскара Уайльда. Боевыми и отважными, как диснеевские принцессы. Восхитительными и прекрасными, как царевны из русских народных сказок или обычными школьницами, как современная принцесса Меа Термополис из серии Дневники принцессы Меккебет. Мир принцесс удивительно разнообразен. Предлагаем вам познакомиться с принцессами из книг писательницы Софьи Прокофьевой, автора замечательных сказок, на которых выросло не одно поколение детей. Вы наверняка знакомы с повестью приключений Желтого Тимоданчика, а некоторые могут знать цикл «Повелитель волшебных ключей» о волшебнике Алёше и нарисованном коте Ваське. Однако многие сказки этой прекрасной сказочницы остались без внимания. В книгах Софьи Прокофьевой добро всегда побеждает зло, а с чудесных иллюстраций к её сказкам на нас льдят девочки, похожие на фарфоровых кукол из витрин магазинов. Несмотря на то, что имя героини сказки, принцессы Астрель, звучит подобно песне девушки недопения и веселья. Её держат в плену злой король, чьи сыновья хотят жениться на прекрасной принцессе. За девушку некому заступиться, она сирота. Единственный добрый волшебник, который живёт поблизости, стар и немощен, он едва вспоминает своё имя. В порыве отчаяния Астрель пишет письмо волшебнику Алёше, герою цикла «Повелитель волшебных ключей». И Алёша вместе со своим приятелем, котом Васькой, отправляются в сказку, чтобы спасти Астрель, принцессу Сумерки. О том, удастся ли им спасти принцессу и какие семейные тайны раскроются в процессе увлекательного и таинственного приключения героев, вы можете узнать из книги «Астрель и хранитель леса». В сказке-повести «Маленькая принцесса» вы познакомитесь с девочкой Уэнни и мальчиком Уэном, воспитанниками Вечного Искателя. Не было ничего крепче дружбы Уэнни с Уэном, но, увы, однажды ребята сильно рассорились, и этим воспользовался коварный король Трагимор. Он пообещал сделать Уэнни самой красивой принцессой и подарить ей самый богатый дворец в обмен на совершенный пустяк – душу. И, к несчастью, Уэнни согласилась. Чем закончится эта история? Останется ли Уэнни принцессой и не казнит ли она своего друга Уэна? В прекрасном замке живет красивая принцесса по имени Мелисенда. И есть у принцессы жених – принц Амидей. Но черный колдун Мортигер тоже претендует на руку принцессы, а потому хочет отомстить за отказ и обманом заполучить Мелисенду. Коварства Мортигеру не занимать. Он нашел необычный способ заполучить принцессу, отнял у нее память и заменил ее памятью нищенки-убийцы. Теперь несчастная Мелисенда считает себя ужасной преступницей и бежит из дворца, а дорога неминуемо приведет ее в замок Мортигера. Сможет ли Мелисенда избежать свадьбы с колдуном Мортигером или озлобиться под влиянием чужих воспоминаний? Придет ли на помощь добрые друзья? И сможет ли принц Амидей отыскать любимую? Вы узнаете об этом из сказки «Босая принцесса». В небольшой сказке «Сестра и сестричка» вы побываете во дворце из глыб голубого и белого льда, где живет злой король Лиденгор I. Только не вздумайте в его королевстве произнести слова «теплый» или «горячий». В плену у Лиденгора томится принцесса Елизетта, которую продал ему коварный барон, родной дядя принцесс. И ее сестра, прекрасная Елизетта, отправляется на помощь сестрице. В поисках ей помогает настоящий солнечный лучик. Много опасностей поджидают их в пути злобные птицетени, бешеный ветер, холодная и коварная принцесса Лиденелла и противные снежные карлики. Но даже самое страшное зло можно победить, если у тебя есть смелость и доброта. Несладко живется в сироте подкидышу по имени Соль в городе, где навеки поселилась уныние. Но никакие испытания не могут ожесточить отзывчивое сердце девочки. Она настолько добра, что все вокруг нее преображается. Слепой начинает видеть, старый дуб укрывает своими ветвями, и даже хищный волчонок не думает на нее нападать. Но самое главное, соль светится. Не это ли поможет девочке победить зеленого горбуна, найти и спасти свою королеву-мать и разбудить уснувшего зачарованным сном обитателей королевского замка? Скорее берите в руки книгу «Девочка-свеча» и вы узнаете ответы на эти вопросы. Цикл про Белоснежку, прекрасную принцессу, невесту, затем жену принца Теодора насчитывает целых 18 книг. Злая мачеха Белоснежки, Марганда, без устали строит пачерица козни. Впрочем, среди желающих навредить прекрасной принцессе не только одна, лишь Марганда. Белоснежка становится жертвой людоеда, затем роботов, подводного царя и королей из соседних стран. Сказки о жериле для Белоснежки королева Марганда не смирилась с тем, что Белоснежка, съев отравленное яблоко, не умерла. Марганда намерена устранить бывшую пачерицу и потому устроила ей ловушку. Похитила семерых гномов, зная, что Белоснежка обязательно отправится на помощь своим добрым друзьям. А в сказке Белоснежка и Золотое колечко злая колдунья Марганда обрела союзника. Дочь короля Торпа влюбилась в жениха Белоснежки принца Теодора и хочет женить его на себе. Но как заставить Теодора позабыть о невесте? Конечно же с помощью колдовства. Из-за козни Марганда и Торпа Теодор потерял память. Как теперь вернуть ему воспоминания? Выбор сказок о принцессах должен быть особенным. Сотканным из волшебства, где добро всегда побеждает зло. Они должны учить будущих принцесс добродетелей и воспитывать чувство сопереживания и любви к окружающему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова